Добрый день, дорогие зрители. Меня зовут Новгородов Иннокентий Николаевич. Я проживаю в речи ровча в республике Саха-Якутия. Мне 60 лет. Я вот свыше 30 лет занимаюсь строительством для себя различных самодельных самоходных вездеходов, можно так сказать. И вот смотрите за моей спиной мое последнее творение. Девятый вездеход, самый удачный. Он сделан на базе ОКИ. И сейчас я подробнее о нем расскажу. Так, начинаю обзор своего вездехода. Я никак его еще не назвал. Разные версии были, потом подзабылись. Короче, вездеход называется ОК. Вездеход мини-монстрик. Так, с чего начнем? Ну, начнем, наверное, с колес. Вот колеса кразовские, ободреши. Я их заказывал у одного умельца из Ульяновска. Они у меня уже где-то эти колеса на третьем вездеходе стоят. И я приобретал где-то 6, может, 7 лет назад. Да, я уже подзабыл. Так, вот колеса бескамерные, но они уже уставшие, поэтому они спускают. Надо герметик заливать. Кругой изурчик. Один мой сосед сказал, что у меня есть еще ОКИ, на которой я езжедневно езжедневно. И вот он подумал, что я свою ОКУ на прицепе везу куда-то. Вот так и спросил. Вот сзади кажется, что ОКИ сидит на прицепе, да? Так как ОКИ очень маленькая машинка, если там 3-4 человека сядут, там вообще ничего больше не влезает. Мы всегда ездим на охоту, вот как сейчас на охоту приехали. И чтоб вещи помещались, я сделал очень много внешних приспособлений, типа багажника экспедиционного, вот этих вот бортов для всяких грузов, мелочей там, для инструментов. И вот сзади кузовок сделал небольшой. Смотрите, это моя лебедка. Я специально на машину не стал устанавливать лебедку, а приобрел шпилищную лебедку. И вот на любой бензопиле она работает. И у меня вот 100-метровый трос лежит. Он канатный тканевый трос, не металлический, поэтому безопасно им работать. И хоть можно купить трос длиной километр и можно хоть отовсюду, со всех сторон тянуть вездеход, если засядешь. Вот лестница, чтоб забраться на багажник. Вон бензин, масла, всякие вожу с собой. Задний багажник открывается. Стандартно. Вот в открытом виде он так выглядит. Все огни, родные, габаритные, поворотники, все, все, фары, все работает, печка работает. Можно круглый год ездить на этом вездеходе. Пойдем. Кабина ОКЕ стандартная, ничего тут не изменено. Вот, смотрите, стандартная кабина, как на любой ОКЕ. Только с той стороны я сейчас обойду. У меня стоит раздатка НИВЫ. Вон, смотрите, раздатка НИВЫ. Вот, рычаги управления выведены вот сюда. Они ногам пассажира не мешают, удобно, и водителю удобно переключаться. Так, сейчас покажу сам раздатку, как я посадил. Вот она, раздатка. Сейчас под машину полезу. Вот она, стандартная НИВЫ, раздатка. Стандартный, стандартные мосты УАЗовские, колхоз, обычные, самые простые. Вот у меня один тормозной диск стоит, атаки. Там суппорт Атаки стоит, а сам диск от Тойоту Март 2 задних колес стоит. Рама стандартная, УАЗовская, от микроавтобуса, буханки, ресурсы. То же самое, количество листов, ничего не изменено, просто вот простатками я поднял повыше немножко. Карданы УАЗовские, родные, заводские. Ничего не удлинял, не укорачивал. И спереди, и сзади они стандартные. Можно от любого возика старого снять, или купить в магазине, и заменить их. Единственное, что я сделал, чтобы вот сопряжение, тут не видно, темно, чтобы сопряжение было. Кардан-то УАЗовский, тут фланец стоит УАЗовский, а здесь НИВовский, поэтому фланец стоит НИВовский, и между ними я сделал вот два фланца, сварил между собой, и простой такой переходичок. И сзади сделал, и вот спереди сделал. Ну вот у меня четвёртый, четвёртую весну, что ли, или третью весну. По-моему, и четвёртую весну, и она не умеет жжу. А может, третья. Забыл уже двято, прошу простить. Так, теперь, что здесь интересно, сейчас буду вылазить, чтоб грязью спереди есть, с боков и сзади не заливало. Я поставил, я поставил вот брызговки от какого-то большегруза, от КамАЗа, что ли, разрезал пополам, как раз у меня получились вот полукрылья. И поставил подножку широкую, чтоб можно вот здесь стоять, выгонить здесь две даже дни, чтоб грязь не скапливал здесь, а нас сыпалось вниз. А чтоб залазить на машину, вот я сделал вот так, от старой цепи комбайна, от комбайна, оно туда не идёт, так вот спокойно колтается. Сзади поставил очень большие брызговики, и у меня ни одна, ну, почти ни одна капелька комочек грязи не загрязняет груз. Вот смотрите, это пыль просто седает, а грязи нету. Поставил на раму вот такие вот поперечины, и на них поставил дуги безопасности. Сам их гнул, подгонял от 50-ти миллиметровой водопроводной трубы, и сверху поставил на него багажник. Сейчас у меня всё это вот очень жёстко стоит, багажник не болтается, не шатается. Вот эти тоже прикручены ящики к дугам, и поэтому они играют роль дополнительного усиления дуг безопасности. С пятой стороны всё то же самое. Вон, багажник я сделал большим на всю машину, и там очень удобно возить лодки, очень много вещей помещается. Так как двигатель ОК я поставил вдоль машины, у меня двигатель вылез вперёд, и мне пришлось его придумать и поставить вот такое вот устройство. Она вот так открывается, открывается вперёд. Вот стоит радиатор от москвича, поставил электровентилятор от какого-то автомобиля иномарки. Насос ГУРа стоит от УАЗа, но он у меня слабенький, когда масло разогревается, почти перестаёт помогать мне на поворотах. Всё стандартно, двигатель 0,75 объёмом. Емкости объёма радиатора хватает, чтобы эффективно охлаждать двигатель. И двигатель при нагрузках очень редко перегревается, тогда я вручную включаю тумблер, он очень быстро остывает двигатель. Двигатель до нормальной температуры и даже ниже. Ну вот, что ещё нужно сказать. Вал у меня, вот стоит, я купил у в интернете одного человека, сейчас под зубу как его. Юрич, да, Юрич заказал, он вот всякие обгрейд, валы делает такие усиленные. Это прямой вал, вместо дифференциала стоит прямой вал. И с той стороны он крутит кордон Нивы, который идёт на раздатку, а с этой стороны можно поставить лебёдку. Но я не стал ставить, потому что лебёдка это лишние 50 килограмм. Тут от веса надо лично избавляться. Поэтому я вожу с собой бензолебёдку, которая гораздо удобнее, чем вот эта вот, если бы я поставил её постоянно на машину. Управление у меня гидрообъёмное, стоит главный цилиндр от трактора МТЗ. Ну его вроде хватает, но не хватает мощности насоса. Что ещё? А, я убрал со всех мостов стандартные дисковые тормоза. Не дисковые, как барабанные тормоза. И на этом выиграл где-то килограммов, наверное, около ста, наверное. Может быть чуть меньше веса. Машина, максимальная скорость машины, крейсерская скорость вернее, так скажем. 35 километров в час примерно на 100 километров пути. По обычной грунтовой дороге на 100 километров он ест 15 литров бензина где-то. Я в прошлом году съездил в одну деревню за 100 километров. Туда-обратно 30 литров бензина ушло. Но это, я считаю, очень хороший показатель для вездехода. Особенно медленного тяги хватает на всех. На всех условиях дороги берёт любой подъём. На пониженной первой машине можно шагать рядом и опережать машину. Ну, пока всё. Если будут вопросы, буду дополнительно снимать и рассказывать.